Такого Рено Каптюр, возможно, вы даже не видели. Да больше, возможно, вы даже не знали о его существовании. Потому что это не Каптюр, а Септюр. Что это? Если Рено Дастер выпускали только для стран третьего мира, в Европе не выпускали, ну как табуретку, да? То Каптюры выпускали и в России, и в Европе. Так вот, в российской сборке здесь буква К. Европейской С. В чем же отличие российской сборки от европейской? Разберемся. Первое и главное, российские Каптюры, они все были на бензине, ну и есть. А здесь у нас 1,5 дизель, что, согласитесь, приятнее. Второе. Европейский Каптюр меньше, он больше напоминает хэтчбэк с элементами кроссовера, нежели полноценный вот этот паркетник российский Кэпчу. Тут уже, собственно, на любителя. Мне кажется, российский Каптюр, он какой-то непропорционально длинный и смотрится уродски. Здесь прям смотрится, как оно надо, как вот дизайнеры рисовали. Европейка мне нравится больше. И вот этот длинный багажник, ну не всегда он нужен, вопреки дизайну. Третье. Так как это европейская сборка, ну вы сами понимаете, что качество и салона, и отделки здесь намного выше, потому что европеец не сядет в машину, в которой пластик, ну не знаю, такое ощущение, что его с детских игрушек плавили. Теперь к ней. Не зря у меня в руках этот прибор. Ребят, автомобиль из Европы не так давно, и он в родной краске. Соответственно, тыкать везде не буду, но... Пластик. Но мы прошлись по периметру, здесь везде 114-120. Более того, здесь у нас пластик, здесь пластик, здесь пластик, но остальное все бьется не больше 150. Экспонат. Механика, 2014 год в идеале. Ну и добивать буду контрольным, тузы достаю, джокеры. Не с рынка. Российский Каптюр самый дешманский, такого года будет стоить на 2-3 тысячи дороже. Здесь самая дешевая машина будет на АВ, в родном кузове, в идеальном состоянии, на дизеле. Красивая. И в Европе сделанная. Подумайте. Традиционно для Каптюра у нас огромный клиренс здесь. Передний привод, лисье красивое. И в целом, ну да, этот хэтчбэк с элементами паркетника, блин, он смотрится. Он чем-то напоминает Кашкай на минималках. И мне нельзя назвать этот автомобиль бюджетным, потому что российский Каптюр, ну это срок бюджетная тачка, как ни крути. Нет, здесь отлично все сделано. Это отличный, хороший, французский, блин, кроссовер. Маленький, да, но он классный. Здесь не про размер, здесь про качество. Где вы в российском Каптюре найдете вот такое, а? Ты посмотри, как тут красиво сделано. Кстати, места у пассажиров задних вполне себе много. Хороший пластик. Место для пассажира и водителя тоже немножко отличается. Вроде бы дизайн похожий, но все равно это как-то смотрится более цельно, более качественно, более дорого. Потому что, повторюсь, материалы здесь более благородные. Кстати, здесь и платформа другая, российский на В0, а здесь уже платформа Клио. Она мягче, она едет приятнее, приятнее рулится. Ну, потому что В0 это табуретка логановская. Да, неубиваемая, да, надежная, но, блин, в ней просто позвоночник улетает в трусы. Европейская сборка, кузов без подкрасов, дизель и, наконец, платформа Клио. Ребят, а да, и низ рынка на АВ. Задумайтесь. Автохаус Гранд, контакты в профиле. Редактор субтитров А.Семкин